О поэтапном возвращении к очному формату обучения в образовательных учреждениях Азербайджана поговорим с директором школы номер 202 города Баку Арзу Сулеймановой. Здравствуйте, Арзу Ханум. Здравствуйте. Итак, дети по всей стране наверняка уже соскучились по очному формату обучения. Как этот процесс будет обеспечиваться в школах с 1 февраля? Как школы готовятся и готовы ли к приему школьников обратно в стены школы на уроки? Как мы знаем, несколько часов назад закончился брифинг и выступление нашего господина министра было очень долгожданным для всего Азербайджана. Решение, конечно, долгожданное, я думаю, что очень положительно будет принято как со стороны педагогов, так и родителей. Потому что каким бы современным и в данной ситуации единственной формой обучения не было бы, дистанционное обучение, процесс сам по себе очень эмоционально сложный. Так как наши педагоги и ученики привыкли к зрительному контакту глаза в глаза. С 1 февраля, как вы правильно отметили, возобновляются поэтапно наши все уроки. Первые и четвертые классы и дошкольная подготовка будут с 1 февраля. В городе Бако будет организовано три раза в неделю. Старшие классы решение будет принято в последующей неделе и будет опубликовано для общественности. Это будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки в стране. А как школы готовятся к возвращению учеников в классы? Такая ситуация уже, у нас такая практика использована с 15 сентября, поэтому я так думаю, что этот процесс будет несложный. Значит, остальное время, мы знаем, обучение будет компенсировано дистанционно, а во время посещения школ, естественно, будут соблюдаться все необходимые санитарно-гигиенические нормы. Это такие меры, как масочный режим обязательный, термопроверка на входе, как для педагогов, так и для учащихся, соблюдение социальной дистанции. То есть это, значит, дети будут, большие классы разделены на 2-3 группы и будут приходить, значит, и садиться за свои парты не парами, как они привыкли, а по одному. Во время перемен, проветривания, санобработка помещений, естественно, исключение составляют для уроков такие предметы, как физическая культура, технология. Почему? Потому что эти предметы требуют тактильного немножко обучения, поэтому они сохраняются на дистанционном обучении. Да, в период карантина все учащиеся проходили уроки в онлайн-формате, те уроки будут продолжены до конца учебного года. Да, и вот как можете оценить такой формат, смог ли он заменить очное обучение? Конечно, единственным доступным обучением во время пандемии было дистанционное обучение. И я так думаю, что наши педагоги, то есть никто не сомневался в каких-то академических знаниях наших педагогов, но педагоги достаточно усовершенствовали свои навыки в применении ИКТ, и поэтому не было никаких препятствий в дистанционном обучении. Очень большую помощь оказывали телеуроки, которые организовывались Министерством образования. То есть те ребята, которые не имели прямого выхода в интернет, и не могли подключаться по тем или иным причинам к дистанционному обучению на виртуальной платформе, они могли спокойно сидеть дома у себя, смотреть телеуроки и заниматься по этим урокам. У дистанционного обучения есть свои плюсы. Вы знаете, дело в том, что наши педагоги и ребята, значит, у них повысился навык самообразования. То есть это очень большой плюс. Да, большое вам спасибо. Я напомню о поэтапном возвращении к очному формату обучения в образовательных учреждениях Азербайджана. Мы говорили с директором школы номер 202 города Баку Арзусу Либановой.